Здорово, вояки! У микрофона Зуберк. Сегодня поговорим про АС-21 Redback. У меня немного накипело, соответственно, вы послушаете про эту несуразную машинку. Она заявлялась как одна из самых бронированных тележек, мол, только Т-15 лучше бронированной, чем она. Ну и по факту на выходе мы получили весьма и весьма странный пепелац. Я бы даже сказал несуразный. В этом ролике я не буду давать итогового вердикта, скорее мы поговорим про ее проблемы и как их можно порешать. Первая проблема это, само собой, недостаточная бронезащита. Если вы правильно понимаете, то интерпретация только Т-15 лучше по броне должна как минимум намекать на крепкие ВЛД, относительно крепкую башню, борта и так далее. По факту же вышло, что лишь бортовые экраны действительно по-честному сделаны классными. Они очень хорошо танкуют, но не ББ, только кумулятивы и под дикими углами. И это похвально. Все же остальное сделано полностью из говна и палок, абсолютно наплевав на играбельность и на то, что машина весит 42 сукатоны. НЛД пробивается с ноги кем угодно и всегда. Так ему положено, это нормально, я не претендую. ВЛД ни хера не танкует, ни хера не танкует, это просто дичь какая-то. Посмотрите на ВЛД другой легкой техники, до половины ИТшек ВЛДшкой танкует что хочет. А это ведро не танкует ничего ВЛД. В туры пробивают, некоторые кумулятивы могут пробить. Почти все ББшки, кроме самых дрещевых к пробою, берут спокойно машину в силуэт. И это ненормально. Учитывая, что броня башни также плохая, также сделана из говна и палок. Там всего 820 мм против кумулей и соответственно там миллиметров 300 против ББ. Вырисовывается полностью зеленая херня, которую пробивает кто хочет и как хочет. Каз не спасает ситуацию. Он 30 секунд заряжается, там всего 6 выстрелов защитных боеприпасов. И это, ну это мне видится проблемой. Машине не хватает бронезащиты для того, чтобы можно было хотя бы чуть-чуть поврываться. Лично на мой взгляд, нужно поднимать эквивалент против кумулятивов в башне, хотя бы до косаря с копейкой, лучше до косаря 200. Пусть она хотя бы в башне танкует кумулятивы, раз вы ее заявили бронированной. Пусть ББ залетает, но кумулятивы не могут. И само собой ВЛД. Если Мейл сделает ВЛД непробиваемым хотя бы девятками на прямой на плоскости, я буду вполне доволен. Тогда примерно 40 процентов машины во лбу будут недосягаемы для большинства снарядов в игре. Ну это вполне адекватно. Это вполне подходит под термин тяжелая, хорошо бронированная машина пехоты. Я думаю, что плюс-минус так они должны поступить. Вторая проблема машины это само собой автопушка. Возможно, даже главная проблема этого пепелатца. Донором для автопушки послужило знатное убожество, которое проживает на седьмом левеле. Росомак. То есть вы понимаете, Мейл ухватило мозгов поставить на девятую левела машину, росомаковскую пушку. Бушмастер 30 миллиметров. При том, что производитель предлагает ставить все, вплоть до 50 миллиметров. Ну показали на выставке 30 миллиметровку. Ну что теперь? Обосраться что ли? Теперь везде будем ставить 30 миллиметровки. А как насчет сраного движка Алтая, который работает на эльфийской магии и печеньках? Нет? Никого не интересует? Ну ладно, я тогда заканчиваю полемику. Перейдем все-таки в более практичную тему. Так вот, на десятом левеле, нет, на девятом левеле у вас ДПН 15 тысяч. То есть все, что сделали с автопушкой седьмого уровня, просто добавили 200 скорострельностей. На ББшках, на девятом уровне, на машине, которая вроде как адская терка должна быть, ну типа она должна заезжать и разбирать, пятнашку иметь это просто верх позорище. Посему она нихера не заезжает и не разбирает. В основном вы выскакиваете на какую-то легкую технику и сосете болт, потому что 192 миллиметра пробить этого мало, а 15 тысяч ДПМ это еще меньше. В борта, в лоб вы никто. Единственное, где вы можете повыпендриваться, это если вы нашли местечко на фулл пробой зеленками. Пиле здесь присутствует. Но пиле такие, знаете, не мардеровские, а говно на палке. Они в лоб никого не пробивают, в борта вообще ничего не пробивают, и только вот где-то вот какие-то эрогенные зоны найди, и вот в них, когда залетает за выстрел по 45 единиц урона, вот тогда ты красавчик, вот тогда у тебя 30 тысяч ДПМ. А во всех остальных случаях, которых примерно 85-90 процентов, ты ничтожество. Что же я предлагаю сделать с этой автопушкой? Она достаточно стабилизированная, у нее неплохое сведение, точность, кучность, но ей отчаянно не хватает ДПМа, и в первую очередь на ББ. Посему я предлагаю Мейл.ру открыть букварь и посмотреть на весьма интересные и занятные сравнения от Романа. Первое сравнение. ББшки и Пелешки, Мардера 2. Первые наносят 65, вторые на 5 больше, 70. Теперь открываем и сравниваем ББшки и Пелешки Бушмастера 30 миллиметров. И внезапно оказывается, что там разница сука в 30 процентов. Не в 5 хп, который ничтожно мало, 8 процентов, а в тридцатку. Не нужно ли Мейл.ру все-таки немножко поработать-то напильничком над этой пушкой и, скажем, поднять альфа-страйк на ББ до тридцатника? Это автоматически, во-первых, апает кусок говна, знатный кусок говна, Росомак, на котором никто в своем уме не катает на седьмом левеле. Это повышает либидо у Росомака М1, на котором никто не катает на автопушке. Это нереально, это кусок говна. И одновременно позволяет выдать на девятом левеле АС-21 примерно 20-21 тысячу дпм в лоб. Это хоть как-то позволит бороться с противником. Ну и еще бы я бы где-то на 2-3 хп увеличил альфа-страйк на пелешке, чтобы чуточку подчеркнуть этот снаряд еще больше, чем снаряд Варьера. Ой, Варьера, простите. Мардер-2, конечно же. Потому что у морды пелеха превосходно и пробивает все что угодно, в том числе и в лоб. Ну а у вас типа будет такой хирургический инструмент, но зато чуть-чуть сильнее, ибо работает он только по жопкам. По итогу пушку подтянуть до хорошего состояния можно. Вопрос в том, захочет ли мейл.ру. Третий проблемасик. Ныне масштабный, чем автопушечная проблема, но тоже важный аспект геймплея. Конкретно полнейшая и потенция птуров. Если автопушка, по крайней мере, позволяет в спину накидать хорошие 30 пич дпм, то вот птуры позволяют вам почувствовать себя ничтожеством. Нет, серьезно, они не пробивают, не попадают, не летят, в общем, им начхать. Подозреваю, что все птуры на этой машине играют за красную команду, а не за синюю. Основная проблема в точке прицеливания. Мейл до сих пор за 3 месяца ебатни так и не смог подобрать оптимальные условия прицеливания птуров типа атака сверху. А именно такие здесь стоят, джавулины. Они безумно долго летят на дальняк и неэффективны. Они долго, плохо, долго летят на середняк. И вроде как бы в ближнем бою при игре из-за рельефа они должны быть неплохими. Но есть один проблем. При движении кормой вперед эти птуры 100% случаев попадают в лобовой габарит бронирования башни сверху, не пробивая его. Так происходит всегда. Если противник едет полным ходом назад, вы не пробьете никак и никуда. Что дичайшее, дичайшее, я подчеркиваю, выбешивает и низводит этот птур до состояния ничтожества. По факту у вас геймплей складывается примерно таким образом. Захват цели не получилось, сорвалось. Захват цели дымы. Захват цели выстрел попадания в лобовой габарит бронирования башни. Захват цели два выстрела дымы. Захват цели выстрел КАЗ. Короче, КАЗа дымы и движение кормой вперед превращает этот тур в херню. Он не играбелен, он не дает вам никакого ощущения, вызывая исключительно жжение пониже спины. Ну а с другой стороны машина с названием Рэдбэк, наверное, должна подогревать вашу сраку. Короче, что с этой херней все их делают? Я считаю, что нужно смещать точку прицеливания крышебоев джаволинов. Дальше к корме. Ближе к корме, простите. То есть дальше по корпусу от носа. Для того, чтобы эти птуры попадали, даже если противник едет кормой вперед, куда-то рядом с лобовым бронированием башни, но не в него, а в крышу. Я хочу не в лобовой габарит попадать, я хочу попадать в крышу. Карл, я хочу стрелять этими птурами из-за рельефа. Понимаете? 99% этих птуров выстреливаются тогда, когда вы воюете нос в нос из-за рельефа с противником. И 90% попаданий этими птурами идут по противнику, едущему кормой вперед. И пусть хрен бы с ним противник, несущийся на полных парах вперед, не будет получать выстрелы джаволинов, которые не успеют завернуть ему в МТО, в крышу. Получается, в корму они не будут, даже попадать. Ну, не успели довернуть, потому что точка ближе к корме. Но, пожалуйста, хотя бы при лобовой стрельбе, при стрельбе лоб в лоб, пусть все будет хорошо. Вот такой вот мне запомнилась машинка С-21 Redback. Честно скажу, что из нее можно сделать интересную тачку, но при этом придется поработать. И автопушку, и птуры, и броню, все это нужно дорабатывать, а не херак-херак и в продакшн. Сейчас же на этом пепелатце интересно кататься, пожалуй, только в Столкаче, иногда за счет минометчиков. На маленьких картах, само собой. И в ПВЕ. На автопушке в ПВЕ она прекрасно реализует себя вообще без проблем. Там она, конечно, красавчик и на коне. Посему любой из вас без особых заморочек сможет ее пройти в ПВЕ в любом случае. Ну, а я пока что прошу ознакомиться Mail.ru с данным отзывом и подумать на тему улучшения АС-21. Все-таки машину обещали бронированной, кусачей, а по факту получили, ну, какого-то беззубого толстожопого карлика. Это неправильно. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите, что думаете. Подписывайтесь на мой дискорд. Ссылка в описании. И приходите еще. Пока.